Добрый день, уважаемые трейдеры. С вами я Мария Кухта и предлагаю вашему вниманию свежий обзор рынков на сегодня. А у нас сегодня с вами вторник, 9 января. Я бы сегодня хотела сделать акцент на рынке Форекс, а также на золоте. Почему? Потому что на самом деле по инструментам из рынка Форекса, а также по золоту есть неплохие торговые ситуации, то есть торговые ситуации, которые в принципе уже позволяют открывать торговые позиции. Об этом сегодня буду говорить на обзоре. И давайте с вами начинать. Начнем мы с вами с валютного рынка, ребят, и индекс доллара. По индексу доллара у нас на текущий момент формируется лонговая ситуация, то есть я считаю, что у нас в принципе все шансы для того, чтобы дальше двигаться в сторону продолжения лонгового движения. Присутствуют лонговые движения, которые по дикте началось еще 28 декабря, еще в конце прошлого месяца и продолжилось 2 и 3 января. И это сейчас на данный момент актуальная локальная защита, которая подтверждена последующей правильной комбинации. Консолидация позиций в рамках защитного движения. Уже четвертый день мы консолидируемся выше локального откатного уровня поддержки 102.1. Говорит о том, что дикси у нас дальше собирается двигаться в сторону продолжения импульсного роста, который, соответственно, произошел ранее, о котором я только что говорила. Поэтому индекс доллара у нас сейчас показывает самодостаточный паттерн на покупку. То есть паттерн лонговый у нас формируется по дикси, поэтому советую открывать лонги, кто торгует данный индекс. Выше откатного уровня поддержки 102.1. В принципе, можно опробовать из текущих работать на покупку в силу того, что, как я уже сказала, уже есть торговая подтвержденная комбинация, которая показывает дальнейший рост по данному инструменту. Какие цели у нас? Цель на пробитие сопротивления. Как вы видите, у нас есть откатный уровень сопротивления 102.6. В перспективе, я думаю, что будем пробивать и эту ценовую отметку, но, в принципе, мы уже раз попытались это сделать. Еще 5 января задавили немножко дневку вниз, но, тем не менее, как я уже сказала, паттерн актуален, поэтому я считаю, что сопротивление 102.6 у нас будет пробиваться, и дальше инструмент будет расти с целью на пробитие максимумов, которые у нас образовались в текущем месяце в районе 103.1. То есть, в принципе, на обновление максимумов января смотрится индекс доллара. Это, как я уже сказала, самодостаточный паттерн. Почему? Потому что мы рассматриваем движение против предыдущей нисходящей тенденции, то есть текущее движение наверх против шартового тренда, но, как я только что проанализировала, как я только что аргументировала, есть формация лонговая, есть паттерн лонговый, и по этому паттерну я дальше рассматриваю продолжение движения наверх против тенденции, но в сторону паттерна. Если данная ситуация отработается, то есть если данный паттерн отработается, мы уже с вами будем видеть локальные движения наверх, которые можно определить как следующую защиту. Если эта защита будет подтверждаться, то дальше будем покупать индекс доллара уже по следующим паттернам. Ну и это все, ребят, вопрос сопровождения. Будем сопровождать торговую рекомендацию дальше. Дальше в своих следующих обзорах обязательно буду делать апдейты. Кстати говоря, я по индексу доллара еще ранее вам советовала открывать лонги, но говорила, что направление лонговое, ждем подтверждения. В принципе, вот это подтверждение у нас как раз сформировалось. На моем YouTube-канале Мария Кухтотрейдер я еще ранее в прошлом видео, которое вышло у нас в воскресенье, то есть обзор рынков на 8 января. В данном видео я уже тогда советовала работать на покупку по Dixie, но единственный момент озвучивала, что у нас тогда еще не было хорошей комбинации лонговой, потому что не было необходимого количества конституционных дневок. А сейчас, сейчас это уже, скажем, на данный момент эта ситуация уже разрешена, потому что есть необходимое количество дневок после защитного движения, которое, соответственно, подтверждает защиту по индексу доллара. Поэтому дальше лонги и цели для покупки я озвучила. Другие инструменты, другие валютные пары по валютному рынку, они, в принципе, по анализу практически идентичны, поэтому не буду подробно останавливаться, но озвучу только ключевые уровни откатные, от которых будем работать. Ну, возможно, по некоторым инструментам у нас уже из текущих сформированы торговые позиции, об этом тоже сейчас буду говорить. И давайте тогда переходить к следующему инструменту, это евро-доллар. Ребят, по евро-доллару я еще на прошлом обзоре, в том же обзоре, о котором только что мы с вами говорили, обзор рынков на 8 января, я советовала шартить евро, и что сейчас? А сейчас ситуация не меняется. Евро-доллар подтверждает шарты, поэтому торговая идея для вас. Кто торгует валютную пару евро-доллар, открывается продажа. По евро у нас есть защитные движения, шартовые движения, которое началось 28 декабря, и хороший такой пролив вниз по евро у нас случился 2 января, импульс вниз, в рамках которого у нас происходит консолидация позиции, которая подтверждает защиту. Все, скажем, параметры, все параметры для открытия продаж по евро присутствуют. Евро подтвержденный шорт по моей стратегии защитный трейдинг. Здесь у нас хорошая торговая ситуация, поэтому евро можете с текущих открывать продажу. Куда выставлять стоп-лосс в данном случае? Я указала в закрытом телеграм-канале Вип Мария Кухта, потому что в закрытом телеграм-канале подписчики получили у меня торговый сигнал на продажу по евро. Мы удерживаем шорты. Если говорить о текущей картине, то шорт по текущим ценам можете открывать. Возможно, еще будем тестировать откатный уровень сопротивления 1.0965. Но, в принципе, я думаю, что и уже сейчас мы готовы снижаться. Возможно, этот тест сопротивления мы уже с вами не увидим. В силу наличия уже хорошего накопления позиций, в силу того, что уже, в принципе, евро повыносило короткие стопы вот этим движением, которое произошло 5 января. Такое выносное движение в обе стороны. Но, несмотря на этот такой локальный разброс цены, дальше у нас шорты подтверждаются. Поэтому евро, уверенные продажи. Какие цели для снижения? На пробитие минимумов от текущего месяца в районе 1.0875 и ниже. То есть, в перспективе, я думаю, что евро-доллар будет обновлять минимумы 5 января и дальше снижаться. Но, опять-таки, ситуация такая же, как и по индексу доллара. Дальше нужно сопровождать торговую позицию на продажу. Если будет свежая торговая ситуация подтверждаться, дальше шортовая, тогда будем дальше шортить и удерживать текущие шорты. Если же произойдет отмена сценария, либо же будет формироваться какой-то альтернативный сценарий, то есть паттерн в обратную сторону, тогда уже нужно будет смотреть по факту и корректировать свой анализ в соответствии с тем, что будет показывать уже график. Сейчас же, как я уже сказала, шорт по евро открываем и удерживать шорты. Дальше буду сопровождать торговые позиции на продажу в закрытом телеграм-канале. Регулярно я это делаю. Ну и плюс публично в следующих обзорах также буду делать апдейты по рынку Форекс и в том числе по валютной паре евро-доллар. Доллар-франк, ребят, давайте смотреть, что интересно по доллар-франку. По доллар-франку у нас, в принципе, ничего не меняется. То, что было актуальным на прошлом моем видео, когда я записывала еще на выходных у нас, и эта же ситуация остается актуальной и на текущий момент. Видео с торговой идеей на покупку по USDCIF я записывала еще в воскресенье. Это был обзор рынка на 8 января. И сегодня это уже, скажем, апдейт о предыдущей рекомендации, который подтверждает покупки. Поэтому доллар-франк у нас смотрится наверх. Доллар-франк у нас сформировал хороший ланговый паттерн, самодостаточный паттерн. По-моему, авторской торговой стратегии защитный трейдинг. Ланговая комбинация присутствует. Защитное движение по доллар-франку, и это импульс наверх от 2 января, который подтвердился по следующей хорошей канцельдации позиции. Канцельдации позиции уже пятый день сегодня. Высшее откатное уровень поддержки 0,8475 говорит о том, что доллар-франк у нас подтверждает ланги. И собирается расти с целью на пробитие максимумов текущего месяца в районе 0,8575 и выше. Поэтому, если вы еще не открывали покупки по доллар-франку по моей предыдущей торговой рекомендации, которая была озвучена в прошлом видео, можете это сделать сейчас и открыть лонг по текущим ценам. В закрытом канале я тоже продолжаю удерживать покупку по USDCIF. Куда выставить стоп-лосс указала в закрытом канале. Плюс, соответственно, я буду сопровождать торговую рекомендацию на покупку по доллар-франку и на продажу по евро в своем закрытом канале. И публично также буду в видеообзорах следующих делать апдейты этих торговых рекомендаций. Поэтому, ребят, если торгуете доллар-франк, открываете ланги, цель озвучила, перспективу локальную озвучила, о дальнейшей перспективе будем уже смотреть по факту и анализировать ее с позиции сопровождения данной. Торговые рекомендации в сопровождении дальнейших покупок по доллар-франку. Так, D&ZDUSD – это еще одна валютная пара, на которую я бы хотела обратить ваше внимание. Новозландский доллар у нас сейчас смотрится на снижение против восходящих тенденций. Новозландский доллар показал импульс вниз. По моей стратегии, это защитные шартовые движения, которые сейчас подтверждаются правильно шартовой комбинацией. D&ZDUSD шарты ниже откатного уровня сопротивления 0,6270-0,6275 с целью на пробитие минимумов текущего месяца и ниже. Против тренда. Против тренда открываем продажи, но, тем не менее, локальная ситуация у нас подтверждена. Я думаю, что дальше Новозландский доллар у нас будет, по крайней мере, коррекционно снижаться. О каких-то более амплитудных перспективах по Новозландскому доллару я имею в виду, будет ли это какая-то, скажем так, какая-то более глубокая коррекция. Возможно, это будет разворотное снижение. Возможно, это локальная коррекция будет, но уже будем видеть по факту, видеть по дальнейшей графической ситуации, которую будет рисовать Новозландский доллар. У нас здесь еще присутствует локальный уровень поддержки 0,6215-0,6220. Но я думаю, что эту ценовую отметку будем пробивать в силу того, что комбинация у нас шартовая. То есть у нас, в принципе, Новозландский доллар подтверждает продажи. Похожая ситуация, как с евро-долларом. То есть у нас, как я уже сказала, у нас, в принципе, все валютные пары показывают практически идентичные паттерны. Ну, кроме фунта, об этом сейчас тоже будем с вами говорить. То есть фунт-доллар, в отличие от предыдущих инструментов, которые я только что анализировала, значит, фунт-доллар у нас показывает не конституционный паттерн, а коррекционный паттерн. То есть коррекция, которая должна быть перекрыта для того, чтобы дальше шартить фунт. И об этом сейчас с вами поговорим. Ну что ж, давайте переходить к фунту. Ребят, по фунт-доллару я тоже рассматриваю продажи, перспективу продаж. Но один момент, на который я бы хотела обратить ваше внимание, это сейчас отсутствие подтвержденного дневного паттерна. Почему подтвержденного паттерна пока у нас нет? Потому что у нас еще нет перекрытия предыдущего роста. Это коррекционный паттерн, возможный коррекционный паттерн, который имеет свои защитные движения по фунт-доллару. И это снижение импульсное от 28, 29 и 2 января до 29 декабря. Имею в виду и 2 января. Вот это шартовое движение, после которого пошел коррекционный рост. Коррекция должна быть перекрыта для того, чтобы сформировать хотя бы минимальное количество информации, которое будет подтверждать защиту. Поэтому для того, чтобы дальше шартить фунт-доллар, для того, чтобы дальше увидеть точку входа по фунту, нам нужно перекрыть все текущие коррекции. Рисково можно из текущих попробовать шартить, уже словить и это перекрытие в моменте. Но сразу скажу, что бывают случаи, когда такие ситуации заканчиваются стопом, потому что все-таки поджатие наверх находится локальным данный инструмент, и в сторону этого поджатия может еще в моменте уйти. Возможно, какой-то еще вынос сделать, возможно, еще оттестировать сопротивление 1,2765. Поэтому вот именно фунт-доллар – это та валютная пара, которую я бы пока не трогала, то есть которая пока находится в такой неторговой зоне. И все-таки основное внимание, основной акцент я бы сделала на евро-доллар, на доллар-франк, на взландский доллар. Да и, в принципе, австралиец тоже неплох, юздекат – неплохая картина. Но вот фунт-доллар – это еще, скажем так, не до конца сформированная ситуация, которая требует перекрытия предыдущего роста. А почему так важно подождать этого перекрытия? А потому что, чтобы фунт не сделал, скажем так, движение наверх импульсное и не обновил максимумы по тренду. Поэтому это ситуация, которая на данный момент требует третьего элемента шартового паттерна. Я буду его ждать для того, чтобы давать торговый сигнал в закрытом телекрам-канале Вимария Кухта. То есть будет перекрытие, коррекция предыдущей по фунту. Уже на этапе перекрытия я определю вот это движение как коррекционное по отношению к защитному. И только на этапе перекрытия у меня сформируется паттерн, тогда буду шартить фунт. Пока же я вне рынка. И все, что необходимо здесь для анализа в общих чертах, я только что озвучила. Если рассматривать о перспективе для падения, то у нас присутствует конституционный уровень поддержки 1.2625 минимум коррекции после предыдущего роста. За этот минимум у нас происходила довольно длительное время борьба. Удержали эту ценовую отметку быки. Поэтому здесь нужно будет фиксировать первую часть позиций на продажу, если все-таки сформируется шартовая картина по фунту. И дальше смотреть. Пробьем поддержку, дальше будем уже продолжать снижаться по данной валютной паре. Так, давайте смотреть австралийский доллар, ребят. А вот USD это еще один интересный инструмент для торговли, для открытия продаж. По австралийскому доллару у нас есть удержание откатного уровня сопротивления 0.6735, конституционный уровень сопротивления, ниже которого я рассматриваю продажи. Почему шарты? Потому что у нас есть защита шартовая, у нас эта защита подтверждена. Если говорить о количестве дней, то здесь чуть меньше, чем по евро-доллару и по доллар-франку, чуть меньше дневочек мы консолдируемся. Но, тем не менее, ценовую отметку сопротивления мы удерживаем. Есть, скажем так, локальные шансы для дальнейшего снижения, поэтому против тренда, против тенденции я посоветую шарты идти австралийский доллар. У меня цель для снижения ближайшая, это поддержка 0.6640, пробиваем минимумы текущего месяца, дальше будем снижаться. Но, опять-таки, вопрос сопровождения в данном случае тоже открыт, потому что против тренда первый самодостаточный паттерн есть, если он отрабатывается, дальше нужно смотреть по факту. Следующее шардовое движение, если оно произойдет по австралийскому доллару, его нужно будет подтверждать, и тогда уже можно открывать следующие сделки на продажу по следующим паттернам. То есть это сейчас первый паттерн, контртренд, если он отрабатывается, то нужно смотреть, будут формироваться следующие паттерны шартовые, или же опять мы будем делать какие-то дополнительные альтернативные движения, альтернативные варианты, самодостаточные паттерны в обратную сторону. И это все нужно уже будет анализировать в процессе движения дальнейшего, в том числе и по австралийскому доллару. И, в принципе, это касается всех валютных пар, потому что, как я уже сказала в начале сегодняшнего обзора, у нас рынок Форекс смотрится на контртренд, смотрится на, по крайней мере, коррекционное укрепление американского доллара по отношению к другим валютам, и австралийский доллар в данном случае не исключение. Так, еще я бы хотела рассмотреть used cut, и это еще одна валютная пара. В принципе, used cut локально отработался еще в понедельник. На прошлом обзоре я говорила, что здесь у нас лонговые направления, в принципе, можно рассмотреть покупки. Но что сейчас? Смотрите, сейчас у нас, в принципе, лонги подтверждаются, покупки у нас остаются актуальными по данной валютной паре. Обращаем внимание на минимум коррекционного откатного движения в районе 1.3315, минимум коррекции после предыдущего импульсного роста. И этот импульс на текущий момент для нас является защитным движением, и минимум коррекции 1.3315 – это ценовая отметка, ниже которой не пустили бы дальше цену. Есть реакция на эту ценовую отметку. Последующая консолидация позиций уже четвертый день у нас сейчас происходит. В принципе, этого достаточно для того, чтобы увидеть дальнейшее продолжение движения в сторону защитного импульса, то есть наверх по used cut. Плюс отмечаем еще минимум сегодняшнего дня, потому что это следующая зона поддержки, которая у нас удерживалась в последние консолидационные дни. Поэтому ценовая зона поддержки 1.3340 – это тоже уровень, за которым нужно следить, если торгуете данную валютную пару. О покупках с текущих тоже можно говорить по used cut в силу того, что, как я уже сказала, есть и паттерн лонговый. Есть и подтверждение локальное. И в перспективе, я думаю, что будем обновлять максимум, который мы с вами увидели вчера по данному инструменту, в районе 1.34 с копейками. Опять-таки вопрос сопровождения открыт. Куда дальше будет расти used cut, я не буду озвучивать. Какие дальнейшие перспективы, тоже не буду озвучивать, потому что непонятна ситуация до конца на текущий момент. Закончится ли у нас коррекция локальным паттерном с отработкой. И дальше мы увидим самодостаточный паттерн в обратную сторону, который подтвердит предыдущую шартовую тенденцию. Или же продолжится рост, продолжится локальное движение лонговое, которое произошло за последние две торговых недели. И дальше увидим по used cut новые локальные максимумы. Но я буду смотреть по факту. Я всегда оцениваю рынок с позиции наличия либо отсутствия новых торговых паттернов. Каждый подтвержденный паттерн, он подтверждает, вернее, указывает на то, что рынок дальше будет двигаться в сторону этого паттерна. Поэтому мне нужно увидеть больше информации на графике. То есть будет формироваться новая какая-то графическая информация на графике. Тогда уже можно делать следующие выводы и прогнозировать дальше рынок. Так, used cut, в принципе, мы с вами посмотрели. В принципе, все пары из рынка Forex, на которые я бы хотела обратить ваше внимание сегодня, я проанализировала. Теперь давайте переходить к золоту. Золото еще один интересный инструмент на данный момент для торговли. По золоту, ребят, я ожидаю продолжения снижения. То есть я считаю, что у нас это движение вниз, которое произошло по золоту, начиная с 28 декабря, у нас еще не закончено. Скорее всего, дальше будем снижаться. Скорее всего, сегодняшний день – это внутренняя дневка в рамках вот этого снижения. Внутренняя дневка, которая подтверждает шарты. Поэтому по золоту я ожидаю падения ниже сегодняшнего максимума. Но вы сами понимаете, что сегодня этот максимум у нас еще не сформирован. Поэтому текущий максимум определяю как 20-40 ценовой уровень сопротивления, то есть текущий хай. Если он будет повыше, то даже если мы будем достигать следующего уровня сопротивления 20-50, тогда уже нужно будет смотреть, как закроем дневку. Если сегодняшний день закрываем ниже тело вчерашнего дня, шарты будут дальше актуальны. Можем ли мы уйти из текущих? Я считаю, что в принципе да, потому что из текущих уже тоже инструмент имеет шанс для падения. Потому что все-таки у нас есть вот эта комбинация 3 дня, последние 3 дня, которые сформировались по золоту. И которые, в принципе, во-первых, уже показывают дальнейший шорт. В силу того, что это минимальное количество информации на графике, необходимое для того, чтобы спрогнозировать направление по инструменту и увидеть точку входа. Почему? Потому что это уже локальный паттерн. Два дня, которые у нас присутствовали еще на момент, когда я записывала предыдущий обзор, потому что я в воскресенье видела закрытие только вот этих двух последних дней консолидационных. Я говорила о том, что направление по золоту шартовое, но хорошие точки входа. Нужно ждать, ну либо же можно шартить, если торгуете интродэй по своим каким-то локальным паттернам, по своим локальным торговым моментам, которые вы понимаете. Но здесь понятно было, что направление шартовое по золоту. Об этом я озвучила на прошлом обзоре. Шарты себя интродэй по недельник отработали. И, как я уже сказала, сегодня у нас ничего не меняется. Сегодня у нас шорт, в принципе, актуален остается. Но единственное, что это внутренняя дневка, четвертая дневка, которая уже подтверждает защитные движения по золоту, подтверждает шартовые движения, которые, в принципе, и служат нам таким указателем для дальнейшего направления, то есть на продажу. Я напомню, что я все рынки анализирую по своей стратегии защитный трейдинг. То есть, если какие-то моменты вам непонятны, если, возможно, есть вопросы по каким-то инструментам, по каким-то моим, скажем так, методам анализа, вы, во-первых, можете задать вопрос в комментариях. Я обязательно буду отвечать на следующем обзоре, и это раз. И, во-вторых, я предлагаю курс обучения. Ребят, кому интересно, то есть вы видите, как отрабатываются те паттерны, которые я для вас отбираю. Вы видите, как отрабатываются торговые моменты, которые я понимаю на графике. Конечно же, бывают случаи, когда рынок еще не до конца сформирован, либо еще когда рынок не готов. Но это уже, скажем так, другой вопрос. Вопрос понять, готов ли рынок двигаться уже, исходя из того количества информации, которая присутствует сейчас на графике, или же он еще будет выбирать торговую позицию, подтверждая текущий паттерн, либо же делать какой-то альтернативный сценарий, формировать альтернативный вариант. И таким образом я тогда буду делать выводы о том, что уже сценарий не актуален, то есть паттерн не актуален, и уже, скажем так, альтернативный вариант будем рассматривать. Поэтому это все я называю вопросом сопровождения позиции. Именно поэтому я не выставляю тейк профит, когда дают торговые сигналы, а только стопы. То есть ценовой уровень стопа я всегда выставляю для того, чтобы, скажем так, ограничить риски по каждой торговой позиции, по каждой торговой рекомендации. Но что касается тейк профитов, это я называю вопросом сопровождения позиции. Если появляется на графике информация, которая указывает на окончание текущей ситуации, если появляется информация, которая указывает на то, что текущая ситуация у нас поменялась, с этого я делаю выводы, с этой информацией делаю выводы, и уж тогда принимаю следующее решение. Поэтому что касается золота, у нас сейчас подтверждаются продажи, то есть два дня консолидации, которые были ранее. Они сейчас продолжают, скажем так, подтверждать шарты и формируют золото сейчас, шартовую комбинацию, это шартовый паттерн. Этот паттерн у нас уже по полной мере будет сформирован сегодня, по закрытию сегодняшней дни в кино, рисково можно из текущих попробовать шартить. Если шартить золото, то в перспективе ожидаю пробития минимум в текущий вам месяц, в районе 20-15, и возможно еще будем уходить ниже. Ну тогда у нас следующая ценовая зона для падения, 19-80, то в принципе здесь никаких преград дальше для падения нет. Вот такая ситуация по золоту, чуть я рассказала о том, как сопровождают торговые позиции, почему они вставляют тейк-профиты в торговых рекомендациях. То есть на эти моменты тоже вы должны обращать внимание. Если все-таки используете мой метод анализа рынка, используете мои торговые рекомендации. Так, ребят, по форекс-рынку, по золоту. Свою позицию озвучила, в принципе здесь у нас есть и торговые моменты. Об этом только что тоже для вас определила и объяснила свою позицию. А теперь давайте быстренько перейдем к другим инструментам. Из других инструментов, что мы посмотрим, что примечательно. На данный момент, да в принципе они все не торговые. То есть если сейчас говорить о фондовых индексах, если сейчас говорить о нефти, а нефть, кстати, очень хорошо шорты отработала. В прошлом обзоре я вам советовала шортить с нефтемаркой Бренд. Быстренько пройдемся по этим инструментам, откроем графики. Смотрите, что сейчас по нефти Бренд. Значит, у нас приоритет продажи, но уже если говорить о хорошей точке входа, то нужно как минимум подождать закрытие сегодняшнего дня. Как минимум, значит, увидеть, чтобы это закрытие было правильным, чтобы это закрытие не показало, не перекрыло, скажем так, предыдущие вчерашние движения. И тогда дальше можно продолжать шортить с нефть. Но при этом тот шорт, та рекомендация на продажу, которую вы от меня получали в прошлом обзоре. Я напомню, что на выходных на моем виду в канале Мария Кухтотрейдер вышло видео с торговой идеей по нефти Бренд на продажу. Ребят, я советовала шортить с нефть, и у нас замечательная отработка произошла еще вчера. Если вы воспользовались моей публичной торговой рекомендацией, вы могли открыть шорты уже с понедельника и посмотрите, какое хорошее амплитудное движение вчера забрать. В закрытом канале на минимумах вчерашнего импульса я закрыла основную часть позиции на продажу, стоп-лост перевела в безубыток, и буду дальше сопровождать и эту позицию. Как я уже сказала, если сегодняшняя дневка правильно закрывается, дальше можно рассматривать продажи. Главное, чтобы не было перекрытия лонгового, ну тогда уже альтернативный вариант будем рассматривать, тогда уже произойдет, скажем так, отмена сценария, и нужно будет уже смотреть по факту. Поэтому ждем закрытия дня по нефти. Если она закрывается сегодня внутренним днем, внутренний день будет подтверждать вчерашнее шортовое движение, и таким образом дальше будут шорты. Какие перспективы для падения? Ближайшая перспектива 75,6 ценовая отметка. И это при том, что сегодня мы правильно закроемся и подтвердим шортовую комбинацию. Я напомню, что все торговые моменты я для вас отбираю по своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг. Это же касается и публичных торговых рекомендаций, и это касается и торговых сигналов в закрытом телеграм-канале вип-мария Кухта. Поэтому если вас интересует мое понимание рынка, моя торговая стратегия и мой метод анализа, вы можете, значит, либо подписаться на мой закрытый телеграм-канал сигналов для этого, напишите мне в личку, либо же, если интересует обучение, если интересует мой формат анализа графика, вы можете тоже написать мне, и всю информацию по обучению я вам предоставлю. Так, ну что ж, по нефти. Я, конечно, свою позицию дальнейшую озвучила, приоритет продажи. Сегодня дневка правильно закроется, дальше будем рассматривать шорты по данному инструменту. Но продажи, о которых я говорила на выходных, себя уже локально очень хорошо отработали. И на этих продажах вы тоже могли, ребята, заработать, если смотрели мое видео и если, собственно, открыли продажи по данному инструменту. Что касается других рынков, ну, на самом деле, на самом деле фондовые индексы, S&P сейчас не торговые, S&P сейчас в движении, то есть здесь у нас пока ничего нет. До этого мы были в движении шортовым, сейчас у нас есть лонговый импульс, который произошел вчера. Что значит этот импульс, пока непонятно, то есть нужно смотреть по факту. Если этот импульс будет подтверждаться, дальше S&P будет расти по тренду. Если произойдет перекрытие импульса с подтверждением, дальше будут продажи в сторону предыдущего снижения. То есть здесь нужно подтверждать один из актуальных текущих импульсов, то есть либо лонговый вчерашний, либо предыдущие шортовые движения. Поэтому сейчас не торговая картина по S&P. Доу Джонс тоже самое, ребят. Доу Джонс тоже рассматривала на прошлом обзоре. Пока здесь непонятно. Локально шорты себе отработали до предыдущего минимума от 5 января. Я говорила, что в принципе можно попробовать шортить доу Джонса. Ну смотрите, интродэй мы вчера чуть упали, выкупились вчера, пока ничего. То есть если и рассматривать какой-то момент торговый по доу Джонс, то обязательно нужно ждать подтверждения. То есть либо перекрывать вчерашнее движение, подтверждать шортовый импульс, либо наоборот подтверждать предыдущую лонговую тенденцию. А для этого еще нужно хотя бы день-два подождать. Тогда уже какая-то более подробная информация появится на графике индекса Доу Джонс. Если, собственно, такая информация будет появляться, обязательно для вас буду записывать следующие обзоры и об этом вас информировать. То есть я также буду давать торговые сигналы в своем закрытом телеграм-канале ВипМария Кухта. И Nikkei я тоже анализировала в прошлый раз, на прошлом обзоре. Nikkei здесь ситуация не сработала, то есть я рассматривала возможность продаж, продажи пока не сработали. Все-таки мы ушли по тренду, видите, как у нас происходит отмена сценария. То есть мы показали движение наверх, пробили ключевой конституционный уровень сопротивления 33,580, закрепились вчера выше, и это все. Это отменный сценарий, то есть пока уже шартовый паттерн не отработал. Можно сказать, что здесь локальная ситуация у нас не отработалась. Мы ушли по тенденции. Такое часто бывает. Кстати, если торговать против тренда, то есть это нужно понимать, обязательно нужно понимать все риски, которые мы будем на себя брать, если торгуем против тренда. Это очень важный момент, и в принципе это же случилось и с Nikkei. То есть пока Nikkei ничего, шарты себе не отработали, и дальше, дальше уже нужно будет смотреть, анализировать ситуацию по факту. Сейчас каких-то торговых моментов по данному индексу не вижу. То же самое касается крипты. Ребят, биткоин, эфир локально продажи себе отработали, о которых я говорила на прошлом обзоре. Дальше мы показали импульсы наверх, и эти импульсы сейчас нужно подтверждать для того, чтобы дальше покупать крипту. Либо же какие-то будут движения в обратную сторону, которые опять-таки нужно будет подтверждать. То есть здесь уже сейчас ситуация не торговая, по крипте мы тоже в движении. Поэтому крипту сегодня рассматривать подробно не буду. Так, и давайте посмотрим еще фьючерс на кукурузу. Был вопрос под моим прошлым видео, а я напомню, что вы можете задавать вопросы по тем инструментам, которые вам интересны, по тем инструментам, которые вы торгуете, под моими видеообзорами, и обязательно буду отвечать на ваши вопросы в следующем видео. Поэтому, ребята, что сейчас по фьючерсу на кукурузу? Смотрите, у нас нисходящая тенденция, у нас нисходящая тенденция как среднесрочная, так и, в принципе, локальная, даже можно сказать долгосрочная, так и, в принципе, локальная нисходящая тенденция, которая образовалась у нас за последние два торговых месяца. В давлении вниз находится кукуруза, здесь только продажи, здесь я не вижу каких-то альтернативных вариантов, но единственное, что торговых моментов сейчас нет. Почему? Потому что мы от откатного локального уровня сопротивления 46, прошу прощения, 468, показали импульсную реакцию вниз, два дня падения, и это падение для нас сейчас служит актуальной защитой, если эта защита будет подтверждаться, дальше будем шортить. Альтернативы сейчас, как я уже сказала, не вижу, то есть возможности покупок у нас здесь нет, и, собственно, я бы подождала подтверждение вот этого шортового импульса, правильной комбинации, что я имею в виду, то есть нужно, чтобы сформировали один из торговых паттернов у моей стратегии, тогда я буду понимать дальнейшую ситуацию, тогда я уже буду определять дальше рынок и определять не только направление, но и, собственно, точку входа. То есть сейчас направление шортовое, точки входа нет. Для того, чтобы сформировали точки входа, нужно еще подождать формирование, собственно, торгового паттерна, который будет подтверждать защитные шортовые движения. Вот такая ситуация текущая по данному фьючерсу. Ребята, на сегодня я думаю, что мы будем с вами заканчивать. В принципе, все инструменты, которые я хотела, я проанализировала по тем инструментам, по которым у нас сформировались хорошие торговые моменты, тоже сделала акцент. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Если есть у вас какие-то вопросы по инструментам, по рынкам, вы можете написать соответствующий вопрос в комментариях под видео, обязательно отвечу на следующем обзоре. Либо же можете написать мне в личку, тоже буду отвечать на следующем обзоре, если у вас будут какие-то дополнительные вопросы. И это же касается и моей торговой стратегии, потому что иногда вы спрашиваете по тем моментам, которые я озвучиваю в видео, иногда некоторые моменты непонятны. Я скажу, что да, есть много нюансов. То есть моя стратегия, она очень сильно отличается от стандартного анализа графика. То есть здесь есть много таких нюансов, которые, в принципе, вы не встретите в таком свободном доступе в интернете. Да, и в принципе и в таком книжном формате тоже ситуация, скажем, не всегда такая, как по моей стратегии, потому что очень много дополнительных нюансов я использую. Есть моменты, которые, скажем, аналогичны, да, есть моменты, которые повторяются из технического анализа. Есть моменты, которые повторяются из других анализов, но и очень много собственных авторских моментов, авторского подхода к анализу графиков. Какие это моменты, как анализирую рынки, как анализирую графики – всё это я рассказываю на курсах обучения. Кстати, по обучению хочу сказать, что у меня сейчас есть, чуть модифицировало обучение, у меня есть три пакета, какие именно пакеты, пишите в личку, информацию предоставлю, то есть по формату обучения, по пакетам все подробно распишу и проинформирую вас. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, либо можете мне в личку написать. Буду благодарна за лайк, если вам текущее видео понравилось, буду благодарна за вашу реакцию, за ваш фидбэк, за ваш комментарий. Всем, ребят, хорошего дня, всем прибыли торговли и до скорой встречи!